Весь свет самарской науки в одном месте. В фае филармонии можно поговорить с любым гостем, и он непременно окажется научным сотрудником с уникальными разработками, автором интереснейших исследований или победителем грантовых конкурсов разной направленности. Всех их пригласили, чтобы поздравить с наступающим днём российской науки. Очень отрадно, что государство чувствует важность российской науки, важность учёных в этом. И очень отрадно, что государство понимает, что цели национальной безопасности Российской Федерации могут быть реализованы в том числе благодаря учёным российским. Тех, кто добился наибольших успехов в своей научной деятельности, отмечали региональными премиями и наградами. Среди них доктор технических наук, профессор кафедры теории двигателей летательных аппаратов Самарского университета Валерий Матвеев. Награждён за выдающиеся результаты в решении авиационно-космических проблем. Я считаю очень здорово, что в настоящее время труд научных работников стал важен и ценен и в нашей стране, и в нашей Самарской области. Ну а направления науки, они как бы безграничны, их очень много, и все они в принципе значимы. Областные премии и награды учёным вручал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он напомнил, что именно учёные двигают прогресс вперёд, создают вещи, которые помогают людям в обычной жизни. Упомянул и активную поддержку сферы на федеральном и региональном уровнях. Так, в регионе в рамках нацпроекта «Наука и университеты», реализующегося по решению президента Владимира Путина, создаётся международный межвузовский кампус у стадиона. Он позволит объединить усилия учёных и даст им площадку для будущих свершений. Завершая свою речь, Дмитрий Азаров ещё раз поздравил гостей с наступающим праздником. Поздравляю всех, кто своим трудом, талантом, трудолюбием заслужил и наше уважение, и благодарность, и наград. Я рассчитываю на вас во всех смыслах, не только в плане технологического суверенитета, но, конечно же, и в воспитании настоящих патриотов нашей страны. Я желаю вам успехов в ваших изыскании, непременно реализации, воплощении в жизнь, а значит, внедрении ваших идей и технологий, и, конечно, мирным небом на голову. К своим коллегам по видеосвязи обратился и вице-президент Российской Академии наук Михаил Пирадов. Учреждение в этом году отмечает 300-летие. Указ о создании Академии был подписан императором Петром I в 1724 году. Значение этого праздника уже давно вышло за рамки сообщества ученых. Можно сказать, что праздник этот общий национальный. Как однажды отметил президент России Владимир Владимирович Путин, научный аминус – это часть нашей общей российской культуры. Завершилась торжественная церемония концертом Государственного Волжского русского народного хора имени Милославова. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.